В здании районной администрации прошло заседание районной антинаркотической комиссии. Обсудили меры по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактическую работу. Исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району Руслан Хасанов рассказал, что в минувшем в 2022 году зарегистрировано 45 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. В нынешнем году уже 15. Лидером по выявленным преступлениям назвали посёлок Черноморский. Следующим поселением в антирейтинге стал соседний Ильский. Масштабная профилактическая работа в среде молодёжи и подростков проводится полицейскими, медиками и педагогами. Однако с главным мечом современности – электронными сигаретами, в которых многие очень опрометчиво не видят врага, бороться чрезвычайно трудно. Сейчас, к сожалению, у нас с электронными сигаретами учащиеся в начальной школе родители считают это абсолютно нормальным. К сожалению, это не запрещено нигде. И когда мы сейчас в туалетах школьных ловим девчонок и мальчишек курящих электронные сигареты, мы знаем родителей, они страшно возмущены тем, что это ж курение обычных сигарет запрещено на территории образовательного учреждения. А это не сигарета. Это просто поиграл. Вот такое восприятие. Хотя сейчас мы работаем плотно с медучреждением, с нашей больницей. Врачи выходят к нам на встречи с детьми, выходят на встречи с родителями, рассказывают, как это пагубно для детского организма эти электронные сигареты. Медиков же беспокоят количество случаев отравлений алкоголем, наркотическими средствами или аптечными препаратами. Сейчас вот начался Новый год. У нас уже четыре алкогольных психоза, доставленных скорой помощью в сопровождении полиции. И у нас уже три отравления. Одно уже точно подтверждено наркотическим веществом, оно было в январе. И сейчас уже два человека лежат в афибской реанимации с отравлением. Результаты отправлены в Краснодарскую химико-токсикологическую лабораторию. Вот мы ждем подтверждения, что это будет. Глава района поручил руководителям администрации поселений активизировать работу с квартальными и сообщать правоохранителям любую информацию, касающуюся случаев употребления или распространения наркотических средств.